Нет подвала, зато есть подполье. Дом номер 6 на улице строителей появился еще в конце 60-х. И к странному его устройству всегда были вопросы. Все технические помещения с водонагревателями расположены на чердаке. Внизу канализационная труба, которая время от времени начинает топить фекалиями и подъезды, и те самые подполья, в которых никто уже давно ничего не хранит. Проблему периодически откачивают, но запах уже хронический, а зимой еще и холодно. Запах канализации в квартире невозможно, чай попить даже. И голова от этого болит, и асматики мы все стали. 25 лет назад я выходила на суд из-за этой канализации. Заменили только на пластмассовые трубы вместо чугуна, и все. Вызовешь ТДК-14, померяйте температуры. Ниже нормы утепляйтесь. А как мы будем утепляться? Полы вскрывать? Мерзнут особенно первые этажи. На пятых чуть теплее, но из-за влажности на чердаке есть свои проблемы. Постоянно потолок черный, плесень постоянная там. Особенно зимой, когда еще подморозит, там видимо шлака нету. Я вот побелила, у меня все сейчас вот так вот взялось это коркой. И постоянно это черный потолок. Вот мы живем уже четвертый год в этой квартире, и вот каждый год мы маемся с этим. Теперь еще и ванная появилась. Приходили с Ройкой, я приглашала, делала заявку. Пришли, посмотрели и ушли. Больше мне ничего не сказали. Аварийным дом не признан, а ремонт систем водоотведения и теплоснабжения, как оказалось по данным федерального сайта Дом Минжика Хаббл, сделан здесь только два года назад. В управляющей компании говорят, что проблемы с канализацией – дело рук самих жильцов, смывающих мусор в унитазы. С остальными вопросами обещали еще раз разобраться. Заявочка с этого дома была, строители 6, квартира 19. Была по засору канализации. Неоднократно туда выезжали, пробивали канализацию, она была засорена. Канализация у нас в нормальном состоянии, там в исправном техническом. Поэтому пока что по настоящий момент больше заявок по этому вопросу не было. По поводу того, что там что-то потемнело на потолке, в квартиру не попали пока. Как попадем, сообщим дополнительно. Искать правду относительно отопления в летний период сложнее. По информации Государственной инспекции Забайкальского края, зимой управляющей компанией уже было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Если ситуация повторяется, жителям дома рекомендуют направить повторное обращение через интернет-приемную инспекции, либо прийти с заявлением лично.